Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Аберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесный». Сегодня у нас в гостях в студии посол Всемирного Евангельского Альянса Виталий Кириллович Власенко. Виталий Кириллович, приветствую! Приветствую, приветствую, радость! Не первый раз уже? Да, да. Слушайте, вот знаете, что хотелось бы узнать? Что это вообще за организация? Я, насколько понял, вот читая и разговариваю с вами, что это старейшая христианская, скажем так, протестантская организация вообще в Европе, ну а сегодня, можно сказать, даже в мире. Она представлена в ООН. Я понимаю, что простые верующие наши даже и не знают, что в ООН это не только страны представлены, но есть такие всемирные влиятельные организации. И вот вы являетесь послом России. Да, послом именно не к России, а к Русской Православной Церкви. Потому что Всемирный Евангельский Альянс рассматривает Русскую Православную Церковь как такую глобальную церковь. И что такое Всемирный Евангельский Альянс? Он был организован евангельскими церквами в 1847 году в Лондоне. Туда собрались христиане со всего мира. Потому что они стали понимать, что мы должны объединиться для того, чтобы распространять Евангелие. Опять в те времена очень серьёзная была проблема с рабством. И более семи дней вот это огромное количество людей обсуждали вопрос, может ли христианин иметь рабов или нет. И пришли к тому, что христиане должны освободить всех рабов. И по-разному относились, особенно в Соединённых Штатах Америки, к такому решению. Но это дало свой толчок. Так вот, Всемирный Евангельский Альянс имеет 9 таких представительств по всему миру. Например, я ещё работаю в Европейском Евангельском Альянсе, в таком региональном альянсе, который объединяет более 23 миллионов христиан Европы. Туда входят церкви или, если можно так сказать, региональные и национальные альянсы. Нам в России тяжело представить сумму 23 миллиона, нас, верующих протестантов, входят в какую-то структуру. Да, нам очень трудно представить, потому что здесь, в России, мы исторически разделены на разные конфессии. И люди в Европе и во всём мире поняли, что, оставляя нашу субъектность, быть баптистами, пятидесятниками, евангельскими христианами и так далее, но мы должны объединиться для общей цели, чтобы представлять евангельское христианство таким единым фронтом. И вот в единстве, если можно так сказать, наша сила. Да так можно сказать, так нужно говорить. Да, так можно, так нужно сказать. Но, опять же, в наших российских традициях или в других традициях всегда был такой термин – разделяй и властвуй. То есть, вы вот такие, а вы вот такие, вам лучше отдельно и так далее. И идея Евангельского альянса – это не просто все в одну церковь, а то, что мы едины во Христе, но каждый поддерживает или имеет свою семью. Это не экумения, когда вот одна церковь с общими какими-то богословскими вещами. Нет, у нас есть даже общие богословские вещи, которые символ веры очень похож или такой же, как у лозаннского движения. Но мы хотели бы, чтобы люди или церкви, или даже союзы церквей, которые входят в Евангельский альянс, не теряли свою самобытность, а оставались самими собой, но научились строить взаимоотношения. И ключевым моментом или ключевой такой красной строкой – это вопрос доверия. Когда мы начинаем, учимся доверять друг другу. И вот разные политологи, разные исследователи, они изучали наше российское общество, и сказали, что одним из самых больших, самой большой проблемой нашего российского общества – это проблема недоверия. Мы не доверяем друг другу, мы не доверяем нашей власти, и мы в какой-то степени не доверяем даже церкви. Ну и своим союзам, наверное. Ну, своим союзам. По-моему, в прошлом году больше всего россияне доверяли российской армии. Как ни странно. Я вот так смотрю за вашей деятельностью, и я вижу, что она… Вы ездите сейчас по регионам, я сам сейчас столкнулся с этим, тоже приходится ездить, встречаться с церквями, с пастырями, причем разных динаминаций, союзов. И вот как мне показалось, я не знаю, в разговоре с пастырями тоже, чувствуется, новое время приходит, когда люди понимают, что не то, что время вот этих союзов, жестких вертикальных структур, не то, что закончилось, я даже не знаю, как выразить, но все понимают, что нужно строить вот эти вот горизонтальные связи, нужно дружить. И мне кажется, вот ваш альянс, он подходит вот как раз… Еще что интересно, что в России-то мы и не знаем об этой деятельности, что в мире уже люди научились договариваться, научились доверять друг другу, да, там, баптисты с присядем, с адвентистами, с методистами, с пресвятерианами в одном, как бы, вот в альянсе двигаться, вы представлены во Всемирном совете церквей, да? Нет, мы не в Совете церкви, а во Всемирном евангельском альянсе. Всемирный совет церквей – это отдельная мировая организация. Мы сотрудничаем или как бы работаем. То есть, если можно так, все христианство разделено на три части. Миллиард двести миллионов – католическая церковь, она как бы вот самостийна. Вторая по численности организация – это Всемирный евангельский альянс. 650-700 миллионов человек. Это как бы часть китайцев, как бы вот кто-то присоединяет, кто-то нет. И третья большая часть – это Всемирный совет церквей. Там половина людей, половина церквей – это православные церкви, где-то 240 миллионов человек. И оставшиеся 300 миллионов – это тоже евангельские христиане, которые не присоединились к Всемирному евангельскому альянсу, но иногда они держат свое членство и там, и там. Я действительно думаю, что настало не только в России, везде некое новое время, когда вот эти вертикали власти, они как бы вот теряют свои позиции. А именно вот эти горизонтальные связи, параллельные связи, они приобретают новое качество и более приемлемы. Нам не нравится вот такой подход, я начальник, ты дурак. Это нехорошо, не по-христиански. И даже Христос говорил, что вы что, друзья мои. Даже он не говорил, что я отец, а вы дети. Хотя об этом тоже говорилось. И действительно, когда мы хотим объединиться, мы бы хотели быть равными, равнозначными, то есть такое партнерство, добрые отношения, доверительные отношения. И через эти отношения как исполняется вот та великая заповедь, да будут все едины. То есть как родители хотели бы, чтобы их дети не враждовали, чтобы они не ссорились, чтобы они делились друг к другу, помогали друг другу. Так и Отец Небесный хотел бы, чтобы наши поместные евангельские церкви, особенно в регионах, что не хватает в регионах. Здесь в Москве есть и консультативный совет, и какие-то другие еще встречи. А в регионах церкви достаточно разрозненные, каждый выживает сам по себе. Иногда одни христиане не признают других христиан, распространяются всякие слухи или еще что-то. И в этой связи нам нужно научиться уважать личность другого человека, уважать его духовные воззрения и знать свои. Ну, вы абсолютно правы, что Россия – это не только Москва, это регионы. Это наши республики автономные, края, это области. И вот, знаете, вижу сейчас, что как будто это даже потребность у пастырей, у церквей дружить, общаться, выступать единым каким-то таким, единой силой, евангельской силой. Объединяются, проводят молитвенные завтраки, встречи разные, еще какие-то вот. Много стараются, уже вижу, не только у нас в Калуге, например, в других областях тоже, знаю, организуют всякие рождественские акции совместно. Не делясь вот так, знаете. Но что увидел, все равно все пока как бы с испугом, с оглядкой на Союзы делают. А не прилетит ли мне из Москвы там по шапке чего-то там с этими, чего-то с этими, зачем ты лезешь в этот евангельский альянс, зачем тебе надо? Вроде как все понимаем, одно истинно проповедование. Вроде все братья и должны быть вместе. Но мне кажется, лед тронулся, ломается вот это вот, ну, страшно пока некоторым смотрят, что Москва нам скажет. Москва – это не кремль. Москва – это наши союзы, наши руководители. Вы сказали очень правильно – страшно. Я думаю, что в нашей жизни мы не должны мотивироваться страхом. Совершенная любовь, что изгоняет страх, потому что в страхе, что есть мучение. И действительно, мы видим какие-то движения в регионах, но в какой-то степени на уровне пасторов. То есть, пасторы более открыты и так далее. Но в связи с тем, я не побоюсь этого, что каждый пастор был уличен в воровстве овец, якобы, да, то все пасторы пытаются держать своих овец как бы отдельно. Как только какая-то молодежная конференция, каждый пастор придерживает своих молодежных лидеров, чтобы они вдруг перейдут или еще что-то. И вот они в какой-то степени, возможно, мотивируются вот этим страхом, что перебегут в большую церковь. Даже среди одной конфессии какая-то церковь, большая церковь проводит какое-то мероприятие, и пасторы с неохотой об этом объявляют. Почему? Потому что они придут, увидят красивое здание, организованное служение, прекрасную проповедь, большое количество молодежи, и они примкнут к ним. И вот здесь нам нужно как бы то ли договориться, то ли понять, что у Бога одна семья, что даже если происходят какие-то ротации, переход из одной церкви в другую, что это нормально. И нам нужно как-то быть выше этого. Ну и второе, Христос сказал, «Из того узнает мир, что вы мои ученики, если вы будете иметь что? Любовь между собой». То есть, а любовь предполагает, что мы готовы открывать нашу руку, открывать двери нашей церкви, открывать наши дома для того, чтобы вот это неподдельное, не просто официоз какой-то, а неподдельное общение происходило. Ну, знаете, вот пандемия еще раз высветила, наверное, те проблемы, о которых мы сейчас говорим. Потому что, ну, в самом начале я вот понимал, даже мы выступали, делали передачи на эту тему, что маленьким церквям придется очень тяжело, чем большим. Особенно в регионах. Москва выдает фантастическую картинку, музыки, прославления, свет, все мелькает. Недавно были, мой молодежный лидер, в одной большой церкви здесь, в Москве, молодежной было что-то такое. Ну, и они без обедняков хвалятся. Вот мы потратили сейчас на ворудование 12 миллионов. 12 миллионов для нас из региона. Он приехал, говорит, вот они купили. Я говорю, послушай, на 12 миллионов мы 3-4 квартиры здесь купить можем. В нашем, вот в областном центре, не говоря уже о маленьких каких-то вещах. И я услышал такую вещь во многих городах. Сейчас вернулся с Казани, тоже смотрю, арендовать нигде ничего не дают. Все стараются собираться где-то в одной церкви. Вот одно здание есть, 7 церквей собираются. Мне с Москвы пастор позвонил, и тоже мы собирались, вот до пандемии 7 церквей было маленькие, подразвалились. То есть и людям, как бы, а что ездить по Москве, час туда или два туда, два оттуда. Дома проснулся, бутербродов нажарил себе там, включил, хочешь с этими попел, потанцевал, хочешь с другими там на коленях постоял. И подразвалились церкви. Я слышал, что московские пастора даже после месяца пандемии хвалились, чтобы ужитвования выросли на 50%. Люди жертвуют по телефону, пересылают туда о своей церкви. Да, ну, мне это здорово, когда церковь может позволить себе закупить оборудование на 12 миллионов. Ну, действительно, церковь даже по московским таким критериям достаточно богатая, если можно так сказать. Ну, и в какой-то степени, наверное, московские церкви могут себе такое позволить. Мой опыт или моя информация по регионам, что даже те церкви в регионах, даже большие, которые имеют свои здания из-за пандемии, и очень сложность, сложного перехода на онлайн-пожертвования, они как бы не в состоянии даже оплачивать свои здания, свет, газ, охрану, отопление. И именно они ратуют за прекращение онлайн-служения только из-за того, что они могут собрать добровольные пожертвования вот таким естественным методом. Но, к сожалению, мы должны учиться, как собирать, помочь нашим братьям и сестрам жертвовать онлайн. Это не просто вот я пришел и заплатил за хорошую проповедь. Я своими средствами поддерживаю служение церкви, расширение царства Божьего. Ну, знаете, тут вопрос не только пожертвования. Хорошо, если ты отправляешь в Москву свои пожертвования, но тот московский пастор не придет, когда у тебя проблемы. Он ничего тебе не посоветит. Он даже знать тебя не знает в глаза. Случится что-то у тебя в семье, кто придет? Твой пастор придет. Случится свадьба, кто будет вечать тебя или твоих детей? А похороны ты будешь строить? Твоя поместная церковь, которую ты сегодня пренебрегаешь, получается, в угоду картинке, в угоду какой-то модным веяниям или нужде, которая заставила сейчас перейти всех на эти онлайн-служения. Ну, безусловно, есть такое выражение, что человек ищет, где лучше. То есть, действительно, картинка привлекает, хорошее прославление привлекает, хорошая проповедь тоже привлекает. Но мы же понимаем, что действительно мы можем слушать каких-то проповедников из каких-то других стран. Но, как вы правильно сказали, если возникнет какая-то сложность, когда нужно непосредственно помолиться, призвать пресвитеров, чтобы помолиться, никто же не приедет. Придет тот пастор, тот епископ, тот проповедник, с которым можно поговорить, который поможет разрешить какие-то сложности в семье, помолиться над детьми, об исцелении. Да, это важно. Но, к сожалению, есть и такая небольшая турбулентность. Люди и туда, и туда. Но я тоже слышу о том, что даже те люди, которые слушают какого-то пастора, иногда они, можно сказать, не получают духовной пищи. И они начинают прислушиваться к другим пасторам или там окормляться. Поэтому очень важно, чтобы то, что мы проповедуем, Слово Божие, оно было без изъяна, без каких-то таких примесей, а чистое духовное благовествование. Но вот ваш альянс, и вы как представитель альянса здесь, в России, вам еще не прилетает пока, так сказать, от глав наших конфессий, что вы работаете напрямую с пастырями, с их сердцами, что учите их дружить, учите их доверять? Ну, нет, особенно не прилетает. Хотя... Не страшно главам конфессий, что вдруг начнут друзья? Дело в том, что, говоря о уже национальном евангельском, российском евангельском альянсе, он был организован 17 организациями российскими, в том числе главами всех евангельских церквей России. И все, что мы делаем, мы делаем в согласии с главами евангельских церквей. Кто-то более расположен, кто-то менее, кто-то что-то не понимает и так далее. Мы пытаемся с каждым из глав конфессий встретиться, объяснить, разъяснить, если у них какие-то есть вопросы. Потому что, приезжая в регион, тот пастор или тот епископ звонит в Москву, а что это, мы члены или не члены, стоит ли двигаться или не стоит. То есть, они проводят свою консультацию. Но большинство, если можно так сказать, лидеров конфессии, они поддерживают евангельский альянс. Хотя, лидеры конфессии, они каждые 4, 5, 7 лет меняются. И каждый новый лидер может по-разному относиться к евангельскому альянсу. Недавно вы проводили встречу крупную, у тех, кто хотел, я так понимаю, в Петербурге. И мне показалось, что это достаточно успешно был. Вот опыт. Есть еще опыт в регионах? Или вы только прицеливаетесь, смотрите, что надо работать по всем направлениям? Во всех... Да. Ну, Санкт-Петербург – это особый город, где евангельское служение имеет очень большую историю. Потому что там евангельский альянс возникал 140 лет назад. Потом, благодаря нашим еще тогда царским властям, все это затухло, было закрыто и так далее. И там сложилась уникальная обстановка. На протяжении 12 лет все церкви очень активно участвуют в региональном молитвенном завтраке Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Они участвуют в других мероприятиях, как крещенские вечера. И у них есть, если можно так сказать, очень живое братское общение. И когда было предложено, чтобы для более четкого функционирования церквей в этом регионе создать такой евангельский альянс, то вызвалось огромное количество пасторов, которые хотели бы быть частью такого сообщества. Опять же, мы ни в коем случае не отрицаем или не унижаем роли их союзов. А мы говорим, давайте создадим такой евангельский альянс Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где местные пасторы больших, маленьких церквей могут войти в этот альянс и обсуждать какие-то планы, делиться опытом. Например, маленькая церковь ничего практически не может, она еле-еле выживает. Но когда она слышит, что большая церковь планирует какую-то евангелизацию, рождественский какой-то вечер, и они всегда могут к этому присоединиться, потому что мы братья и сестры во Христе. И в каждом городе у Господа одна церковь. Это, может быть, странно звучит или режет слух, но мы братья и сестры во Христе из разных семей. Из семи баптистов, из семи евангельских христиан, пятидесятников, адвентистов седьмого дня. Ну вот нам надо научиться строить вот эти добрые отношения. Их нельзя построить сразу. Это пройдет, как я уже сказал, 12 лет, когда у людей выстраивались отношения, что мы действительно, можно сказать, работаем открыто. Мы прозрачны, понятны. И общество, видя вот эти мероприятия, как молитвенный завтрак, как крещенские вечера, они видят, что, слушайте, это интересно, это здорово, это служит обществу. И те члены поместных церквей, которые не задействованы как пасторы, не задействованы как какие-то служители, они могут проявить себя через какие-то другие служения обществу, через служение вспоможения, через блогерство, через еще что-то. И таким образом мы высвобождаем огромный потенциал евангельской церкви. И эти люди, они скажут, мы тоже этим Богу служим, мы, может быть, не можем проповедовать, но мы можем это транслировать, мы можем обсуждать, мы можем общаться и так далее. И иногда, вот как сейчас, некоторые блогеры имеют огромное количество людей, которые их слушают, которые являются таким мейнстримом общественного мнения. Но вернусь к тому, с чего начали, то, что я от вас услышал, получается, да не получается, наверное, главное ваше служение, можно заключить одним словом доверие. научить нас, пастырей, церковь, доверять друг другу. Да, это как бы ключевое доверие, оно состоит из двух слов, да, проявление веры в другого человека. Мы доверяем Богу и доверяем своему как бы брату. То есть, если можно так сказать, любить Бога вертикально и любить своего брата. Кто не любит брата, которого видит, не может любить Бога, которого не видит. И вот этот вот принцип свой-чужой, да, это вот в этой военной авиации, да, нет, мы должны видеть везде своего человека. И наша брань не против плоти и крови, да, а против вот всяких духовных сил. Поэтому у нас не должно быть врагов среди верующих, среди людей. Мы должны понимать, что приносит раздор, приносит раскол, приносит непонимание, только одна такая сущность, которая всегда противится Божьему единству. Я вот сам сейчас, путешествуя, ну, в силу разных причин, по нашей стране, по регионам, вижу. А знаете, для меня это открытие. Сколько талантливых людей у нас в церкви. И пастыри. Сейчас вот с татарей приехал, с Татарстана. Пастыр фильм создал. Другой пастыр, я его давно уже знаю, написали книгу протестанты в Татарстане. Когда, говорит, мы занялись этим, вот рассказывают, пошли по архиву, ничего нету. И, говорит, нас как осенило. А нас останется только то сегодня, что мы скажем. Или некоторые наши недорожелатели, типа Дворкина. Никакой истории не будет о том, как это было. Нигде не написано ничего, ни в каких архивах, только, ну, какая-нибудь что-то. И критика там, к тому же, ну. И смотришь, одни историей занимаются. Кто-то фильмы начал снимать. Много талантливых людей. Это не только бизнесменами встречаюсь. Тоже потрясающий крупный бизнес. Наши ребята идут в политику. Как бы это не звучало сегодня, но идут, занимаются. Люди начинают понимать, начинают созревать, что, ну, все в наших руках. Бог послал нас на эту землю менять. Для меня, недавно я задумался на песне, которую мы поем. Мы постоянно поем о каких-то изменениях, которые мы хотим, чтобы Бог что-то сделал в нас, с нами. Город должен измениться, еще чего-то. И сами не хотим пальца о палец ударить. Не хотим приложить никаких сил. Одно дело, песни петь красивые, такие руки поднимать там. Все. А зачем тогда поешь, если сам ничего делать не хочешь? Что Бог должен прийти и все из-за тебя сделать. Мы его руки, мы его ноги на земле. Я слышал такое высказывание, что Бог не отвечает на те молитвы, на которые Он уже ответил. И Бог не отвечает на те молитвы или на те задачи, которые Он поручил нам. Для меня большим откровением было место священного описания. Это послание Колоссянам, 1 глава, 27 стих. Другими словами, что каждый верующий человек, в нем живет Святой Дух. Именно тот Дух, который воскресил Христа из мертвых. А это значит, что в нем содержится огромный потенциал, ум Христов. И плюс, 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 плюс всего и много. И упование славы – это то, что Бог надеется на нас, что мы принесем Его Царство, что да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Таким образом, Господь вдохновил и даровал нам все возможное, все возможности, весь потенциал для того, чтобы мы несли это Царство кому? Людям. Христос, что? Через свое служение Он любил людей. И исцелил их, что? Всех. И когда они проголодались, что? Он говорит, вы дайте им их есть. Один из учеников говорит, тут 300 динариев не хватит. Типа годовая зарплата. Но Господь их накормил всех. То есть, другими словами, Христос показал нам пример, что мы должны любить людей, любить своего ближнего. И через это люди скажут, я хочу иметь отношение с таким Богом. Виталий Кириллович, у меня практически тогда вопрос. Вот пока сидим на камеру, пишем все. Случается проблема в регионе между церквями. Вы готовы быть этим человеком, как представитель Евангельского альянса, куда вот пастора или кто-то наши зрители, они могут обратиться. Позвонить, сказать, слушайте, ну не находим мы вот, ну в силу разных причин, в своей там динаминации, там или в своем союзе, в своей группе, грубо говоря. Ну вот кто бы разрешил. Готовы вы практически помогать? Мы готовы, я готов практически помогать тем церквам, тем пасторам, которые нуждаются в помощи в регионах. Мой телефон 8-926-568-1406. Звоните, пишите смс, связывайтесь. Если вам нужна какая-то помощь, мы все, что возможно, что в наших силах, мы готовы ее оказать. Духовную помощь, юридическую помощь, в развитии каких-то, помощь в развитии взаимоотношений с местными органами власти. По возможности разрешения тех сложных конфликтов или обстоятельств, которые сложились между церквами, между церковными союзами. И мы это будем делать в духе христианской любви, уважения и, конечно, ну как сказать, насколько это возможно, не пиарить это вот в каких-то средствах массовой информации. Ну, я задал этот вопрос еще потому, что когда вы узнали о наших трудностях в Калуге, вы многое сделали, приехали и в администрации области, встречались и с министрами, как я понял, встречались с нашими, которые отвечали за разные вопросы. Как это решается, это уже другой вопрос, тут все в руках божьих. Но я понимаю, поэтому хочу, чтобы вы так же... Да, я был очень рад побывать в Калуге, увидеть ту ситуацию, в которой находится ваша поместная церковь. И вот хотелось бы, чтобы у нас вот была в регионах такая христианская солидарность. Когда бы мы поддерживали друг друга, если кому-то плохо, мы что? Если мы части тела, если болит палец, то все тело что? Страдает. Но мы еще не научились мыслить вот... Мыслить таким образом, что другая поместная церковь – это тоже часть тела Христова. И мы должны сострадать, быть рядом. Христос, как бы, увидев женщину, да? Но где-то еще и побаиваются, честно говоря. Побаиваться властей, побаиваться, типа, влезу за вас и нам... Безусловно, безусловно. Давайте вспомним того же Моисея, когда он пришел в Египет и сказал, «Господь мне прислал вас избавить». Первое, что сделал фараон, он говорит, «А, так вы вот вообще тут решили удвоить количество кирпичей и не давать соломы». Безусловно, все как бы думают, как бы хуже не стало. Но мы должны научиться жить по духу. Не просто таким вот естественным зрением, да, что может быть, кстати, хуже. А именно по духу, то есть мы должны доверять Богу в этих вопросах. И говорит, «Господь, ты разрешишь». Мы, как вот тот пророк Илья, говорит, «Господи, я все сделал, как, по слову Твоему». И когда, а Бог верен и праведен, когда мы действуем по слову Твоему, то Господь со своей стороны всегда отвечает. Он действует могущественно. И те люди, которые это испытали, они нисколько больше не сомневаются в силе Божьей. Вообще это потрясающее чувство освободиться от страха. Жить свободно, вздохнуть. Я не знаю, наверное, подытоживая сейчас все, да, я из Казани приехал, очень дружу с церковью в Краугольный камень. Они очень много известны в стране, пишут песни. У них вышел давно уже альбом, и одна из песен была такая, «Пусть подует свежий ветер». «Ветер силы и огня, ветер радости и славы, обновись душа моя». Потрясающе такая она, мощная такая, сильная. Мы поем, мы хотим этого. И вы чувствуете, что перемены приходят все-таки к нам в страну? Что мы все жаждем перемен, мы хотим, чтобы что-то менялось, чтобы люди менялись, чтобы жизнь менялась, бизнес менялся, политика менялась? Я не чувствую, я верю в это. Я верю, потому что Писание говорит, вера, она не молчит, она говорит. И я верю, что идут эти времена, и вера же есть осуществление ожидаемого. То есть, мы с верой идем вперед, и действительно здорово, когда мы поднимаем свой парус надежды, и он наполняется ветром Святого Духа. Это замечательно. Я всегда вспоминаю, я говорю, два вида христианских церквей. Первое – это люди, которые, как на галерах, есть такая лодка, где, может быть, рабы или какие-то наемники, которые грибут и толкают эту лодку куда-то вперед. И сейчас, нам нужно больше членов, нам нужно больше руководства, нам не хватает пасторов, миссионеров, чтобы толкать. И второе – это парусник, когда небольшая команда, но они выставляют свои паруса таким образом, чтобы откровение Божие толкало это судно вперед, и мы отдались как-то волнам и носились над водою. Это совершенно другая жизнь, как мы ее называем, жизнь по духу, когда мы доверяемся Богу. И в этой связи, Писание говорит, совершенная любовь изгоняет страх. Мы вначале об этом говорили. Это здорово, потому что ты просто отдаешься Богу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. То есть, это некая жизнь, полученная взамен. Это здорово, это замечательно, и именно к этому нас призывает Иисус Христос. Аминь. Спасибо. Аминь. Благодарю вас. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в студии был Виталий Кириллович Ласенко, представитель Всемирного Евангельского Альянса, а именно посол Всемирного Евангельского Альянса к Русской Православной Церкви здесь, в стране, в России. Виталий Кириллович, большое спасибо. Спасибо, епископ. Было очень здорово побывать у вас еще раз. Да, с вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки, присылайте ваши мысли, темы для следующих эфиров, кого бы вы хотели увидеть у нас в гостях. Благослови всех, Господь!